Здравствуйте, уважаемые абутриенты! Сегодня наша тема посвящается растворам, решения типичных задач на тему растворы, которые вызывают в большинстве случаев затруднение абутриентов на вступительных экзаменах. Начнем с того, что раствор это гомогенная система. Гомогенная система под названием раствор состоит из растворителя растворенного вещества и продукта их взаимодействия. Количественной характеристикой растворимости веществ является коэффициент растворимости. В школьной программе на вступительных экзаменах в основном рассматривается водный раствор, поэтому сегодняшняя наша задача будем основываться именно на водных растворах. Коэффициент растворимости выражает массу растворенного вещества в одном литре растворителя. И она выражается следующей формулой. Кр, это коэффициент растворимости, равняется mx, деленное на v растворителя, умноженное на 1000. Единицы измерения коэффициента растворимости это грамм, деленное на литр. Это 1000 применяется в том случае, если вам объем дано в миллилитрах. Если объем растворителя вам дано в литрах, то формулу можно выражать и следующим образом тоже. mx, деленное на v растворителя, но в литрах. А mx это что? Это максимальная масса растворенного вещества, который растворяют в одном литре растворителя. Коэффициент растворимости можно вычислять только и только в насыщенных растворах. Между коэффициентом растворимости и массовой долей растворенного вещества в насыщенных водных растворах имеется такая взаимосвязь. Кр равняется омега, деленное на 100 минус омега, умноженное на 1000, то есть омега в процентах. Эта формула применима только для насыщенных водных растворов. Омега равняется Кр, деленное на Кр плюс 1000, умноженное на 100%. Эта формула тоже применяется для водных насыщенных растворов. Как определить ваш раствор насыщенный или ненасыщенный? Дело в том, что мы сказали, коэффициент растворимости можно вычислить только в насыщенных растворах. Если вам дан какой-то раствор, и вы конкретно знаете, сколько там граммов растворенного вещества, сколько там литров или миллилитров воды. В случае воды, если растворителем не является вода, так как плотность воды равна 1 грамм на миллилитр, то объем воды равно его массе. Как определить? Рассмотрим следующий пример. 50 миллилитров воды, растворено 60 граммов соли. Коэффициент растворимости этой соли при данной температуре. Пусть равняется 1500 грамм, деленное на литр. Перед нами стоит задача определить, являет ли раствор насыщенным. Если нет, предложить способы его насыщения. Обратите на следующий момент, что если соотношение массы растворенного вещества к объему растворителя, умноженное на 1000, у вас будет равняться или больше значение КР, то ваш раствор является насыщенным. Если меньше данного значения, то раствор является ненасыщенным. В данном случае это значение равняется 1200. Оно меньше, чем данное значение коэффициента растворимости. Следовательно, раствор является ненасыщенным. Как его насытить? Способ первый. Либо изменять температуру. В последующем мы будем указывать, как изменяется коэффициент растворимости в зависимости от температуры и давления. И две остальные способы. Либо добавить соль, либо выпаривать воду, чтобы получить значение 1500 грамм на литр. Следовательно, первый способ выпаривания воды. 60 граммов соли, 50 минус х граммов воды, миллилитров воды, так как плотность воды равна единице, умноженная на 1000, равно 1500. Х здесь мы найдем, х равняется 10 миллилитров и уже 10 граммов воды. То есть при выпаривании не 10 миллилитров, а минимум 10 миллилитров воды, вы можете получить насыщенный раствор. То есть при х больше равно 10, вы выпаривание при х равно больше 10 миллилитров или граммов воды, мы можем получить насыщенный раствор. Способ второй. Добавление соли. 60 плюс игре граммов соли, деленное на 50, умноженное на 1000, должно быть равняться 1500. У здесь мы получим 15 граммов. Минимум 15 граммов. То есть при добавлении минимум 15 граммов соли в данный ненасыщенный раствор при данной температуре можно получить насыщенный раствор. Коэффициент растворимости зависит от следующих факторов. Первый. От природы самого вещества и от природы растворителя. По значению коэффициента растворимости вещества делятся на хорошо растворимые, мало растворимые и практически нерастворимые. Для хорошо растворимых веществ значение КР больше 10 граммов на литр. В каком случае в одном литре воды будет растворяться полностью 10 граммов следующих солей. Здесь обратите на внимание, что плюмбом СО4 это нерастворимые, практически нерастворимые в воде соль. А нитрат каля и сульфат медий-2 это растворимые вещества. То есть у них КР больше чем 10 граммов деленное на литр. Следовательно, в сосуде 1 и 3 произойдет полное растворение добавляемых солей. Коэффициент растворимости зависит еще и от температуры. С увеличением температуры растворимость большинства твердых жидких веществ увеличивается, а газов уменьшается. Коэффициент растворимости газов зависит еще и от давления. С увеличением давления растворимость газов увеличивается, а с уменьшением уменьшается. Влияние давления на коэффициент растворимости твердых и жидких веществ нет. То есть давление не влияет на растворимость твердых и жидких веществ в воде. Сейчас рассмотрим задачу, которая можно отнести к получению насыщенных растворов при понижении температуры для твердых веществ. Здесь нужно учесть момент. Допустим, что у вас имеется М1 грамм насыщенного раствора при температуре, допустим, 20 градусов Цельсия с коэффициентом растворимости КР1, скобка грамм на литр. При понижении температуры у вас получается другой раствор М2 с массой М2 и КР2, допустим, до температуры 10 градусов Цельсия. В этих ситуациях внимательно нужно обратить на внимание. Дело в том, что при понижении температуры у вас здесь получается система. Какая система? Какая-то часть растворенного вещества осаждается, а вот выше этого осадка имеется уже насыщенный раствор. В таких случаях нужно учесть то следующее равенство для соотношения. М1, деленное на М2, пусть равняется КР1 плюс 1000, деленное на КР2 плюс 1000. То есть эта зависимость, то есть это равенство справедливо только и только для водных растворов. То есть при понижении температуры эти соотношения всегда остаются неизменными. Рассмотрим другой тест. Коэффициент растворимости данного вещества у вас изменяется в зависимости от температуры в следующем порядке. То есть при 20 градусов Цельсия у вас коэффициент растворимости вещества 250 грамм на литр. Обязательно обратите на единицу измерений. А при 50 градусов 600 грамм на литр. Допустим, у нас при температуре 50 градусов Цельсия сколько граммов соли будет осаждаться при понижении температуры до 20 градусов Цельсия. Следовательно, здесь тоже будет соблюдаться равенство следующих соотношений. 1600 деленное на 1250 равняется 800 деленное на х. То есть КР1 плюс 1000 деленное на КР2 плюс 1000 деленное на М1 деленное на М2. Это масса раствора при температуре 50 градусов. Это масса раствора при температуре 20 градусов. Здесь х мы найдем 625 граммов. Следовательно, 175 граммов соли будет выпадать в осадок. Следовательно, 175 граммов соли при температуре 20 градусов будет выпадать в осадок. Задача можно было с осадью еще труднее. Допустим, те же условия. Мы понижаем температуру до 20 градусов Цельсия, и у вас получается раствор с плотностью 1,25 граммов на литр. И у нас требуется вычислить объем данного раствора. Что нужно здесь делать? Мы нашли массу раствора при температуре 20 градусов. Следовательно, объем будет равняться масса деленная на плотность 625 деленную на 1,25. И у вас получается 500 миллилитров раствора. То есть эти моменты, эти соотношения можно учесть и очень легко решать задачи. Или же составим другую задачу. Коэффициент растворимости вещества при определенной температуре. 1500 грамм на литр. Сколько граммов соли находится в 300 грамме насыщенного раствора данного вещества? Здесь лучше обратиться к пропорции. Допустим, 300 граммов данного раствора содержит x граммов растворенного вещества. 1500 грамм деленное на литр, это означает, что в одном литре воды растворено 1500 граммов соли. Следовательно, у нас получается 1500 плюс 1000, 2500 граммов раствора. 2500 граммов раствора у нас содержит 1500 граммов растворенного вещества. Следовательно, x здесь найдем, 180 граммов соли и 120 граммов воды. Рассмотрим следующую задачу из этого же банка, Государственного экзаменационного центра. Ребята, имеется x граммов 30% водного раствора. Сколько граммов воды нужно выпаривать из данного раствора, чтобы получить насыщенный раствор? Опять же, с коэффициентом растворимости при данной температуре 1500 грамм на литр. Так, у нас x граммов раствора по условию 30% соли, то есть 0,3x граммов соли и 0,7x граммов воды. В x граммов раствора имеется 0,3x граммов растворенного вещества и 0,7x граммов воды. То есть, соотношение 0,3x, деленное на 0,7x минус определенное количество воды, умноженное на 1000, должно быть равняется 1500. Следовательно, мы здесь найдем 0,5x. Минимум 0,5x граммов воды нужно выпаривать, чтобы получить насыщенный раствор. Если этот тест будет открытым, то вы должны взять не только одно значение 0,5x, вы должны взять все значения больше, чем 0,5x. То есть, минимум 0,5x воды нужно выпаривать, чтобы получить насыщенный раствор. Следующая количественная характеристика растворимости веществ в воде – это его концентрация. То есть, первый способ выражения концентрации растворов – это процентная концентрация. Процентная концентрация в таких типичных задачах абутурентов больше интересует и больше у них трудности появляется в случаях смешивания растворов. Для смешивания растворов имеется следующая формула. Омега конечного раствора равняется М1 Омега-1 плюс М2 Омега-2 деленное на М1 плюс М2. Здесь М1 – это масса первого раствора с концентрацией Омега-1, М2 – масса второго раствора с концентрацией Омега-2, а М1 и М2 – это масса соответствующих растворов. Здесь возможны несколько случаев. В случае первой вы добавляете или выпариваете воду в раствор, добавляете воду или выпариваете воду. В этом случае, вот добавление или выпаривание, ребят, в этом случае Омега-2 нужно принять как 0%. То есть, тогда уже формула у вас получает следующая – М1 Омега-1, М1 плюс М2. В случае второй добавляете чистое вещество. В этом случае Омега-2 нужно принять за 100%, так как там чистое вещество добавляется. Тогда у вас формула приобретает следующий вид. плюс М2. То есть, поставляя вместо этих значений конкретные цифровые значения, вы можете найти концентрацию конечного раствора. На этом уроке я хочу вам объяснить метод Пирсона или метод Креста в решении этих задач. Допустим, нам дана такая задача. Х граммов 32% водного раствора одного и того же вещества смешивается с Y граммом 48% раствора. И получается 800 граммов 36% водного раствора. Нужно найти X и Y. Метод Креста в чем заключается? То есть, омега, конечная омега, то есть, конечная концентрация, целевая концентрация, которую мы получим, пишем в середине. Для получения 36% раствора нам дано два раствора. 32% и 48%. Раствор с концентрацией больше, чем 36% нужно писать на верху этого креста. А меньше – внизу. Потом по диагонали отнимаем. 48 минус 36% у вас получается условно 12 граммов 32% раствора. 36 минус 32 – 4 грамма 48% раствора. Мы что видим? Мы видим, что массовое соотношение 48% и 32% водных растворов – 1 к 3. Следовательно, можем составить уравнение X плюс 3X. У вас должно быть равняться 800. X здесь равно 200. Следовательно, 200 граммов соотношения 1 к 3. Вы должны взять 48% раствор и 600 граммов – 32% раствор. В случае, когда добавляется вода, вместо 32%, то есть добавляемого раствора, можно написать 0%. Если добавляется чистое вещество, то 100% наверху можно написать и так далее. То есть методом креста можно решать очень занимательные такие задачи. Оно вполне помогает и быстро сэкономить время и решать конкретные тесты. Следующий момент в задачах, которые абутриенты иногда затрудняются – это задача с кристаллогидратами. Допустим, аграммов кристаллогидрата сульфата меди, то есть медного купороса, растворено в аграмме воды. Ребята, у вас в результате получается 2 аграмма раствора. Но в этих уже 2 аграмма раствора кристаллогидрата, а раствора купромесо-4, так как в воде, которая находилась в составе этого кристаллогидрата, тоже выходит уже в состав воды. Эта система уже состоит из двух веществ – воды и сульфата меди-2. Рассмотрим конкретную задачу. Масса полученного раствора будет 50 плюс 150, равняется 200 грамм. Ложное решение абутриентов в большинстве случаев выглядит следующим образом. То есть 50, то есть масса растворенного кристаллогидрата, деленная на 200, умноженная на 100 и получается 25%. Это ложное решение, так как в полученном растворе уже нет кристаллогидрата. Следовательно, мы должны найти массу сульфата меди, которое перешло в раствор из состава 50 граммов данного кристаллогидрата. А его находим следующим образом. 50 граммов кристаллогидрата содержит х граммов сульфата меди-2. МР кристаллогидрата 250, то есть 250 – это из-за чего? 160 грамм, деленный на 160 – это МР сульфата меди, и плюс 5, умноженное на 18. Это вода, это сульфат меди. 250 граммов данного кристаллогидрата содержит 160 граммов сульфата меди. Х здесь найдем – 32 грамма. То есть в раствор перешло 32 грамма сульфата меди. Следовательно, уже омега будет равняться 32, деленное на 200, умноженное на 100%, а это равно 16%. То есть вы получите 16-процентный водный раствор сульфата меди. Давайте этот метод кристаллогидрата применим и для получения растворов из кристаллогидрата и воды. Составим такую задачу. Х граммов кристаллогидрата плюс Y граммов воды. И в результате получается 200 грамм, 16-процентный раствор сульфата меди. То есть нужно найти, сколько граммов кристаллогидрата сульфата меди, нужно взять и сколько грамм воды. Метод кристаллогидрата можно применять здесь. Как? Ребята, на кристаллогидрат можно условно смотреть на раствор, так как она состоит из сульфата меди и воды. В данном условном растворе омега сульфатом меди равняется 160, деленное на 250 и умноженное на 100. 64%. Следовательно, мы должны получить 16-процентный раствор. Для этого нам нужен 64-процентный раствор по методу креста, 64 больше, чем 16, и вода. В случае воды там нет растворенного вещества, следовательно, концентрация растворенного вещества в воде будет 0%. 64 мин 16, 48, 16 мин 0, 16. То есть мы что видим? Массовое соотношение кристаллогидрата и воды 1 к 3. Следовательно, х плюс 3х равно 200, так как мы должны получить 200 граммов раствора. Х здесь найдем 50 граммов. Следовательно, 50 граммов кристаллогидрата мы должны взять. 50 граммов кристаллогидрата в соотношении 1 к 3. И 150 граммов воды. То есть при таких массовых соотношениях можно получить 16-процентный водный раствор сульфата меди-2. Следующий вид концентрации – это малярная концентрация. Ребята, малярная концентрация – это число моль растворенного вещества в одном литре раствора. Не растворителя, а раствора. Такая концентрастворимость, ему сказали, что это масса растворенного вещества в одном литре растворителя. Здесь внимательно обратите внимание. В одном литре раствора. Обозначение малярной концентрации через С, его единица измерения – моль, деленная на литр, или же через большую М. То есть если вы в тестах увидите такое значение – 2 моль на литр, вы можете увидеть еще такое обозначение – 2 моляр. Означает. Малярная концентрация – ню на ве. Ню – это моль вещества, ве – это объем в литрах. Можно его преобразовать. Моль – это… Это когда в литрах. Но если объем раствора вам дано в миллилитрах, то формула приобретает следующий вид. Ню – это моль растворенного вещества, ве – это объем раствора. М – это масса растворенного вещества, большой М – это его молярная масса, и ве – опять же объем раствора в литрах. Где мы умножили это выражение на тысячу – это объем раствора в миллилитрах. Между омегой и молярной концентрацией мы можем построить следующую зависимость. Это нужно обязательно знать. С – молярная концентрация – равняется 10 ро омега в процентах, деленное на молярную массу вещества. Здесь ро – это плотность в единицах грамм, деленная на миллилитр. Омега – это массовая доля данного раствора. Большой М – это молярная масса растворенного вещества. Растворы, смешивание растворов с молярными концентрациями тоже можно выразить как аналогию между смешиванием растворов с процентной концентрацией. То есть здесь, опять же, С-конечное равняется С1В1 плюс С2В2, деленное на В1 плюс В2. Здесь С1 – это молярная концентрация первого раствора, В1 – это объем первого раствора, С2 – это конкретно молярная концентрация второго раствора, объем – это тоже второго раствора. А В1 плюс В2 – это объем конкретного раствора. Здесь тоже можно работать методом креста. Построим следующую задачу. Х-литр пятималярный раствор смешивается с у-литром двухмалярным раствором и образуется 600 литров трехмалярный раствор. Эту задачу тоже можно решать методом креста. Наша цель – получить трехмалярный раствор. Для этого нам понадобится два раствора с молярной концентрацией 5 моль на литр и с молярной концентрацией 2 моль на литр. Эта разница уже будет нам давать соотношение объемов. Здесь 2, здесь 1. То есть объемное соотношение пятималярных и двухмалярных растворов, то есть х, деленное на у, у вас по сравнению, нашли, что 1 к 2. Следовательно, нам нужно 200 литров пятималярного раствора и 2х, х у нас здесь 200, 400 литров двухмалярного раствора. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»